Всем привет ребят! Сегодня мы как в старые добрые киберспортивные времена выкатим мою Т20 в рандом и будем убивать танкистов. Но не просто так. Цель наша сегодня затестировать ультра лоу квалити или же режим совместимости со старыми видеокартами. В прошлом лучшая настройка киберспортсменов, читеров и всех кто играл на результат. Короче, статистов. А сейчас неизвестно. Мы где-то год ее не тестировали. Нужно, я думаю, посмотреть, осталась ли она играбельной. Может быть она столометовой. Ну и вообще, что сейчас происходит у челиков на экране с такими настройками графики. Вам приятного просмотра, а мы погнали в бой. Порохово-реактивная тяга. Да это киберспорт, он выглядит так. Артиллерию сюда. Тут, кстати, классно, что на этом танчике нету боекомплекта первую очередь. Я могу стрелять и не бояться, что что-то у меня там закончится. Все, подъезжаю к нужному мне объекту. Везде успел. Тигроид. Вот гад. Этот не уйдет. Смотри, там дедушка. Советский. Минус шляпа. Добить бы его. Я думаю, я успею деда вжарить. О, дед-то. Что творит? Хе-хе-хе. Э-э-э-э. Тут уже должно было пробиваться вроде как. Дед смешон. Так, с пулемятика. Ну, тигр на мне, яга на мне. Разворот. Он там пьяный, че шо? Хе-хе-хе-хе. Давай от него спрячься. Страшный неадекват. Что там с дедом? Дед ушел. Странно, по эге прошло как-то так слабенько, да? Я, если честно, большего ожидал. Так, ну этого убили. Пошли деда дорежем. Хотя, по идее, в НЛД я должен был его забрать. Ага. Танкующая зенитка. Ну, это классика. Дед вряд ли смотрит на меня. Дед не смотрит на меня. Дед умирает. Бомбить меня, пожалуйста, не надо. Смотри, зенитка и что-то еще есть. Сто процентов. Тигру в башню можно так вот накинуть. И посмотрим, что там снизу. Брумбар. Пантерка на фоне. Слушай, ну. По-своему, на ультра-лоу намного удобнее по каким-то дальним целям смотреть, на мой взгляд. К примеру, этого товарища... Ну, БК не взрывается, да, у нас. Я б, наверное, не увидел. На стандартных настройках. Пантера меня видит. Не могу сказать, что он слепой. Давай в башню. Об оба. И назад. И встречаем его в борт. Все дело сделано. У меня, если что, есть самолет, ребят. То есть, если потеряю... Каким-то образом танк. У меня есть ледка. Брумбаренок, ты как там? Не, двадцатка шикарная. Она до сих пор классная. К ней никаких претензий нет и быть не может. Он очень приятный танк. К ним, конечно, нельзя подставляться, но... По комфорту я даже не знаю, что... Такого уровня. Так, там есть танчик. Смотрим, конечно же, с респауна выезд. Не, не едет. Поехала, сковородецкая. Тигур. Так, мне такой урон не нравится по бортам тигров. Давайте исправляться, а жена. Ага, исправились, ребят, проверяйте. Блин, ну это дурдом какой-то уже. Это дурдом. Это прям сумасшедший дом. Он просто выстрел за выстрелом хавает. Бортом. Это уже реализм или не? А это? Что происходит? Подкрутку врубили. Страшно, страшно, очень страшно. Ковровая. Я пережил, а мне пофиг, кстати. Хотя, ладно, он не попал. Куда мы чуть выше? Не обязательно. Мне надо там становиться и не выделываться. Опаснейший противник. И я правильно сделал, что именно по нему стрельнул, а не по зенитке. Потому что, если бы я не убил 26-го, ребят, меня бы ждала смерть. Типа я бортом стою. Мне, конечно, можно было бы там рассчитывать на обобу, на механику рандомного урона и пробития. Но я думаю, я бы отлетел. Ну, есть танки, сто процентов. Вот едет, кстати. Должна залететь. Не, не залетела. В НЛД? Да. Отстреляйте, пожалуйста, сковорода. Ну, стреляйте. Спасибо. Бабах. Ну, чуть-чуть выше надо было борт кидать. Так вот, получил фраг. Так, еще один танчик справа. А мы берем слева угол. И получаем еще один фраг. Знаете что? Вот я смотрю, и вот конкретно зона у респауна и зона вот здесь намного лучше просматривается именно на ультра-лоу. Чувствую, что это, ну, не старый ультра-лоу, да? То есть много каких-то темных текстур появилось. Ну, как в стандартной версии графики. Но все равно частица вот этого лишнего дерьма, она убрана. И снова пробиваю, кстати, 3-4. Это разгружает глаза. Это очень сильно разгружает их. По крайней мере, на этой карте. Будем смотреть, что на других происходит. Но на Нормандии я бы, если бы играл на результат и играл для себя, я бы, наверное, выбрал все-таки ультра-лоу настройку, чем минималку или максималку. Ведь что будет на других картах, я не знаю. Но пока... Пока мне все нравится. Пилотесы еще летают. Бой что-то долго не заканчивается. Сейчас посмотрим, что по серебру. Я думаю, там прям все шикарно будет. 13 фрагов, 3 помощи. Это будет 100+. 100% ребят. Тысяч. А ну? Ну, 163. Неплохо, да? Это без усилков, без ничего. Но он до сих пор хорош. Сейчас пантеры, тигры, они отправлены повыше. Деды отправлены выше. То есть Т-20, он получил, по сути, баф тем, что противников к нему подняли. Его старых противников подняли на его уровень. Хотя, эта машина, ну, не знаю. Она выглядит, конечно, но невзрачно, да? То есть, сложно продать такой танчик. Однако, это личинка. Это личинка 26-го, смешанного со старым 25-ым. И при этом пушка еще в топе 5,9 секунд. Капец. Блин, ну как по заказу. Моя любимая карта. Внизу список, конечно, но моя любимая карта. Поговорил, что будет легко. Я поеду в наглую на Б. У меня хорошая перезарядка. Я верю в свой разгон пушечной тягой. У меня, по сути, два двигателя. Пушечный и стандартный дизельный. Ну, я думаю, здесь дизель. Хотя нет, это американцы. Явно бензин. Активируем второй двигатель, ребят. И начинаем ускорение. Снарядов я взял достаточно, чтобы не париться. Можно просто зажать ЛКМ, да и... Да и вперед. На уровне ЛТшечки буду этим. Артиллерия на А. Чтобы всякие легкие и не очень гады ее, может быть, всосали. Глотнули. Я желаю сразу нескольким глотнуть по фугасику. Будет хорошим началом сегодняшней катки на карте Восточная Европа. И уходим сюда. Что-то я завтыкал немного. Да. Пока что делаю только подсвет. Попадание. Много-много танков. Слева уже должны быть. Давай-давай-давай-давай-давай. Выезжай. Первый. Сразу на откат. Там есть еще один. Боятся двигаться. Тут никто не выехал еще. Они на внешке. Многие застряли на внешке. Набережку еще не слышу. И вот сейчас выкатываться начинает один на набережку. То есть он только выкатывается. Он не едет, он так думает. Ладно. Хоже придется продвигаться мне. Они не агрессивны. Глянем, что здесь. И кто здесь. Они очень пассивны. Ну, 109. КТ-хот, до свидания. Тут в упоре 109. Мы сразу же даем ему артиллерию, чтобы он просрался. Ну, давай-давай-давай. Что-то едет сзади. Капец, а не сейвовая. Че так-то? Стой, 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 стой. Странно, что гусеницы не выбиваются. Лишняя тема, что он меня подсветил. Тигр. Это страшнее, тигр. Я думаю, я успеваю. Нет, я не успел. Капец, он пробил меня. А куда ты стрельнул? Что ты в жопу пробил? А, ну он... Нет, он в двигатель пробил. Да ладно. Ну, это странно. Честно, странно. Однако, у нас есть шанс испытать самолетик. Контакт союзника странный. Вот сразу вижу контакт противника. Давай уходим пока левее. Как левее? Правее, блин. Очень снимаю. Уже путаюсь в словах. Противника видно, ну, плюс-минус, как на стандартных настройках. У них есть кугля. Это не весело. Кугля не прикольно. Еще дойки. Давай на него тоже планируем заход. Чуть режем траекторию. Я груженый, но чтобы с дойками справиться, я думаю, мне хватит. Хотя он быстрее. Ему надо в маневр уйти. Он видит меня, да? Да, он меня видит. Давай ему так накидаем вперед. Пусть он там... Да не, дружок. Так не сработает. Давай сделаю фейк, что я отлетаю. Он ушел в маневр. Ха-ха-ха. Я его забайтил на это. Ага, та херть. Дружочек. Ха-ха-ха. Вот это он развелся. Не, но он меня оттянул неплохо так. Я потратил на него уйму времени. Но мне захотелось его сбить. Моя берка уже перегрелась. Возвращаемся к карте. Ну, та сторона, это хорошо. То, что у нас есть ЛТХ, а там... Плохо, что есть зенитка немецкая. Давай искать цели. Я вижу тяжа. Я даже вижу двух напротив С. Хожу вниз. Вот они. Атакуют джамбони нашего. Стример лох. Хе-хе-хе. Ну, это нормально. Это ночные бои, они такие. Режим, конечно, говна. И респы дебильные, и сражения. Максимально по конченному все сделано. Давай ускоряемся. Я надеюсь, улитка когда-то дойдет до того, чтобы прописать зоны респауна под тяжей, эстех и самоходок. Чтобы ЛТшки стояли первее всех. Эстехи второй линии. ПТХи третьей. И тяжи сзади. Ну, то есть тяжу, в принципе, все равно, где он резается. Так, хаос с респами. Постоянно непонятно, что происходит. Надо толкаться, или кто-то перед тобой резается. Неудобно. Видишь, насколько дает преимущество вот такое ускорение. Особенно, если трансмиссия не ограничивает твою скорость. Давай дадим куда-то туда артиллерию. Может, кого-то словлю. Тут очевидных прям зон проезда нет. Поэтому даем на удачу. На рандом. Всю эту арту. Я попадаю, кстати. Я попадаю. Т-3 четверочка. Есть. Он меня не видит на ПТХе. Есть спереди. Противник. Пантерка. И сзади. Пантерка меня пытается скрыть. Тигр, до свидания. И на фоне ехают. Слева танк. Пантера двигается. Важный килл. Стабилизированные шерманы нам здесь не нужны. Сковородецкий. Бор там еще. Пока. Шикарный, шикарный танчик. Мне нравится. Егор, как у тебя дела? Видимо, не очень. Сквозь дымы вряд ли просвечивалось бы на какой-то другой графике. Так, машина. Сквозь дымы очень просвечивается на ультралово только что. У нас справа есть танки. То, похоже, Пантера стоит. Там светится. Давай, я дадим. КВ. Давай ему всечем. Нет, Пантере всечем. КВ меня не сильно пугает. Блин. Можно было бы чище это сделать. Возвращаемся обратно. Сейчас надо починиться, а то движок выйдет из строя. Топливную систему у меня выбил. Ну, или охлаждалку. Наверное, охлаждалку. Нет, тут в упоре. Давай бахну, может пробью. Не, не пробил. Так, ребят. Я бы продавливал дальше. Еще на самолет сяду. Вторую попытку сделаю. Не разбиться. Что не нравится, танкисты справа. Тигр не смотрит. Выезжаем. Не спешим, убиваем. Шикарный танчик. Стабилизатор. Такая перезарядка. Просто золото. Это просто золото. Ты кто? Давай мы пока тебя зафиксируем, а ты думай. БТР. А почему он с браунинга не выбивается? Вот это странно, скажите. Тут как будто бы танк стоит. Не хочу с ним воевать. Кликает, что там пантера. Или что-то такое слева. Давай выбьем ее. И добьем. Пантеру вроде убили, да, на краю? Угу. У нас здесь что-то справа. Вот оно. Честно, пацаны. И на этой карте ультра-лоу приятней. На мой взгляд. Я-га. Пропал снаряд в текстуре. В принципе, я норм в НЛД ему стрельнул. Не факт, что пробил бы. Но стрельнул я ему туда норм. То, что слева танк, я не уверен. Мне кажется, он ошибается. Своей инфой. Так долго он не шумеет, но просто не мог. Это очень странно. Справа. Я-га, я-га поехала, да? Это не я-га, но тоже опасный противник. Вот я-га. Ну, пятнашка, ребят. Вот третий бой и 15 фрагов. Первый бой есть сколько? 13. Здесь вот 15. Ну, в предыдущем, да, я там лоханулся. Ну, опять же, на самом деле, не то, чтобы прям сильно... Ну, ладно, самолетом я лоханулся, признаю, ребят. С самолетом, да, было дело. Ну, а с кем не бывает. Ага, пантера. Выбиваем. Выбили. Хелкат боится зенитку. Правильно делает, так-то. А, и он неуязвимый все это время? Шесть секунд. По идее, я сейчас выйду зенитку эту... умножу на ноль. Или нет? Ничего не вижу. Да ты задолбал. Там их двое. Я как будто бы двоих пробил. Так, зута убили. Так, капец, сколько деревьев вам тут, блин, повалили. У вас деревья, что ли? У них чит на деревья, пацаны. Это просто ужас. Ничего не видно. Все в дереве. Сушка, сушка, сюда, смотри. Надо, чтобы сушка отстрелялась. Тогда я могу выезжать. Не хочу танковать сушку. Арта перекрывает сушку. Нет, не перекрывает. Ну ладно, я выйду уже. Потому что могу. И сушку убили. Зенитка пока. Ребят, ну 20 фрагов. Ну ладно, 19. 19 фрагов. Третий бой. Ультра лоу. Ультра лоу. Совпадение? От. Да твою мать, к вам ехать еще надо. Им надо ехать. Остенда убили. Осталась самоходка. Вот она. Сука. По Носхорну не надо было стрелять. Может его бы убил. Он испугался и начал прятаться. А ну давай, резайся. Резайся, резайся. 20 фрагов надо. Ну. Ну че ты такой? Давай, консольчик. Ты обязательно выиграешь. Ну капец. Ну обидно. Ну как так-то? Где моя двадцатка? Украли 20 фрагов. Никому не стыдно. Нету лишних эффектов. Да. Контраст, как раньше, на ультра лоу нету. Но на средних и максимальных настройках настолько много дерьма подобавляли в последнее время. Из эффектов. А здесь его нет. Не отвлекаешься. И хоть кусты тоже объемные, какие в принципе на стандартных. Я бы даже сказал, что кусты куда сложнее просмотреть, чем на стандартных настройках. Но в целом, в целом, танки видны на фоне. Вот еще что. На максимальных и на средних текстур, на средних настройках танки сливаются с домами. А здесь танки контрастируют на фоне домов. То есть они отличаются. И это дает невероятный буст. Сейчас посмотрим, сколько мне дали за это серебра. 200 тысяч. Без бустов. Без ничего. Просто прям аккаунт и прям танк. Вот. Ультра-лоу и Т-20. Прям как старые добрые киберспортивные времена. Времена пролиги. Вот, смотри. И это подряд бои я не буду вырезать. То есть если сольюсь... Ну, я даже не вырезал, ребята, как я разбился самолетом. Я не буду. Я вот просто подряд буду показывать, как работает эта графика. Куда меня закинул? Ну, 6.3. Тут, я думаю, по дефолту надо стать где-то в этом районе и работать с противниками. Можно, конечно, объехать. Но давай все-таки предтоп. Точнее, ну, почти топ списка тут будем чилить. Если бы был низ списка, наверное, стоило бы занять дальний прострел. А так, реактивная тяга. И погнал. Вот что он с животворящей Т-20 делает. Плохо, что он мне чуть сбил скорость. Главное, не надо в лоб перестреливать с тиграми и пантерами. Чуть-чуть хитрее будешь и... Пойдет, пойдет, поедет. Секрет фарма открыт. О-о-о! 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 Да! Ха-ха-ха-ха! С днем физики В War Thunder Не знаю, должно ли быть стыдно Разработчику После того, что мы только что увидели Давай на В, Артум Кого-то точно Слушай, надо забрать сегодня Хоть кого-то Артой В смысле Блин, ну с физикой просто говно Улитка Ну это стыдно Почему танк подпрыгивает на камнях Многотонный танк подпрыгивает на камнях На каменном заборчике Это что такое Вот здесь Намного лучше видно Особенно справа А вот На дальнике я не увидел его На дальнике я его не увидел Если бы он не стрельнул, я бы не увидел Раньше на ультравол 100% увидел Вот здесь Вот здесь На максималках И на прочих настройках Не видно танк Это Джамбони? Нет, это был не Джамбони На ход не пробил Не хочется, чтобы он, конечно, снизу подъезжал Но что тут уже поделаешь Тридцать четверка в упоре Ну пусть едет Как ты стоишь? Неважно Деда, давай в комбашню Отличненько И три четверка выезжает справа Что там на фоне Что-то какие-то танки катаются Она выехала Как-то странно Я думал, она там осталась Она едет Смотри, к этому моменту Британец Объезжает слева Где-то там чилит Дед Я Боба Британец Ты меня не хочешь убить там? Случайно Т-34 Упоролся Да и пусть хрен Я пока посмотрю на эту сторону Никого нет? Никого Не, не, едет Че-то, че-то едет В НЛД Что там по три четверочки Продолжаем бить в НЛД Урон рано или поздно пройдет Куда мне надо Есть, кабанчик Самолет как будто бы на меня заходит Я, пожалуй, прижмусь к зданию Ну, мало ли Т-34 забирает нашего Тридцать шестого Т-34 тут так же стоит Где-то на там На том фоне где-то Не знаю Хочется, конечно, поджать Но Бой и только начался У меня как будто бы проехал справа Кто-то А что-то проехало справа Т-34 Т-34 не хочет двигаться Я не особо говорю желанием Пока что Продвигаться Вот это надо было убивать Чуть вперед отъехал Возможно будет прострел по тигру О, арта Я говорил Надо сделать фраг артой И вот, пожалуйста Есть, кабанчик Тут у нас И слева Т-34 Сквозь дома Можно просмотреть Где она Это не Т-34 Это Пантера Рикошет от башни Киберспорт, ребят Происходит на экране Т-34 А ну Эх Я думал она будет откатываться Я ее зафиксирую Она скотыняка Видишь, что делает Не хочет фиксироваться Еще один танк стоит здесь Так, а ну-ка Давайте-ка Мы с вами попрощаемся Уважаемые Т-34 Т-34 Не знают, что со мной делать Так, дед Т-34 Ошибается Радиатор Лол Вот это ему не повезло Ну, я вообще должен был Поставить на На двигатель Шрек и осел Мне дед Сделал минус один, ребят Который раз Т-20 побеждает 12 фрагов Это подряд бои Это бои подряд идут И это не реклама Танка Это тест Режима Точнее, настройки ультра-лоу Хочется выйти на этого Тигура Тигура Тигур Я, похоже, не выйду Далеко на фоне едет Слушайте, мы поехали дальше, коль Не едут они Поеду дальше Тут слева лучше выходить Чуть лучше угол Обзор приятнее Справа танкует Сковородецкий, да? Заряжающий Вот такой вот Шикарный урон Нам предлагает игра Расчет был, что может ВНЛД как-то залетит Так Тяжелый танк стоит Еще дальше проезжаем? Поехали дальше На фоне слева и сухо Или что-то такое Скоро она не успеет Черный принц Давай-ка в башню Так, чтобы Ага Ну тебя, блин, нахер Какой-то подкрученный Слева Вот он Выстрел в НЛД Его утихомирит Скос стрелять опасно, ребят Можно в правую стрелять Щелку, но не в левую В левую там Ну, слишком рандомен Так, Блэк Принц Сковорода Блэк Принц Вот сейчас, по идее, умрет Сковорода Все еще нарезаем Вот она Даем ей в борт Опять не залетает Да что ж такое Что будешь делать Там их две Артуем На меня слишком повернуться Зенитосина 14 фрагов Тем временем И танчик слева Пока Еще заглянем налево Очень сильно чистит фон Ультра-лоу То есть убирается С фона все ненужное Весь этот мусор Всратый Ультра-лоу Как показывает практика На самом деле Очень-очень сильная настройка Очень сильная Я не ожидал Даже Что это такое? Блэк Шерман То есть как раньше Прям вот Создать Ну, мега Там, какой-то ВХ Он не дает Тебе таких преимуществ Чтобы там Убрать все кусты Разгрузить деревья Нет Но Фон убрать Ненужный Лишний Это запросто Значит, лучшая настройка Но это не точно Пока что Ну, выглядит так Выглядит, что это лучшая настройка Пацаны Таковы реалии Тут зенитка стоит Но выезжать на нее Достаточно рисково Есть кабанчик 16 фрагов Подряд Бои подряд 180 тысяч Ну, понятное дело Что эти результаты Скорее всего Не ждут вас Но Делите на 4 Вот Делите на 4 Каждый бой Делите на 4 Примерно Ну, что-то среднее Получить Давайте еще одну Каточку посмотрим Восточек Кайф Кайф Не знаю Дойдем ли мы До самолета Но здесь, наверное, дойдем Не из списка Не из списка Я продолжу агрессивно Поджимать точку Б С ускорением Мне все нравится Нет, танчик хороший Он, в принципе И не был плохим За все время То есть он был Ультимативный имбой Потом он стал имбой Потом просто хорошим танком А сейчас он стал Очень хорошим танком Давайте Артиллеристы Вперед Знаете, чем доволен Что Артой забрал Так что, знаешь Классно, когда Говоришь Вот в этом бы бою Забрать кого-то И бах Арта Еще и тяжа Еще и на ходу Вот бы еще одной Артой кого-то забрать Да, ребят? Что там Титрит со мной Сейчас, кстати Редкая машина Что-то они Не спешат на точку А почему? Даем ускорение Поворачиваем Башенку Ну что, арта Вообще никого Вообще Ни по кому Не попадет Хорошо попал Но можно было бы Лучше задамажить Да, игра? Не знаю В таком тумане Я вред ли бы его увидел На настройках Типа средних Давай дальнего Мне не нравится Что справа едет Дедушка Пока Пантерка Ну и не успел Секунд Буквально секунды Не хватило А где моя Союзная команда? Правильно Сзади Домашние точки берет Так, ну Самолет Прям по заказу Ну тут Тут слишком нагло Да Стример Перешел все Границы Дозволенности Если Поджался К стенке Наверное Я бы их Как-то убил Не факт Не факт Пойдем летать Вижу одно Одно летадло Давай с левой стороны Зайду Вижу одно летадло В принципе Если откину бомбу Я его вжарю Чтобы там не было Это вроде как бобер Похоже на бобра Вот это мне нравится Тактика наших Хорошо объезжают Две летки Один бобр Второй Поменьше Такс Тут бы что-то увидеть Как видеть Вартандре А что А почему Я не понимаю А почему Его так клонят Это что-то изменилось С биркой А почему Я не понял Я же ничего не сделал Я не двигал Клавиатурой Почему ему Его развернуло Так И он упал Что это А ну-ка А ну-ка Давай проверим Может это из-за того Что неравномерно Бомбы скидываются И его начинают Закручивать Биркет Такого раньше не было Когда я на нем Играл последний раз Второй раз Та же самая ситуация Давай Спроектируем Сброс Что за херня Такая Вот я скидываю Ага Ага Видели Нифигасе Капец Он не управляется С одной бомбой Все Его короче Перекручивает Типа Центровка Спадает Ну мне это конечно Не нравится Но Во-во-во Вот видишь Я ничего не делаю Клавиатурой А его Переворачивает То есть он Престает управляться И чуть ли не сваливает Вот он сейчас Ловит какой-то Блок В Правом углу Когда Вот 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 Капец А я и не знал Вылетел штурмец На Бирке Она оказывается Занерфлена Кто же Ничего Никто не написал Блин Давайте еще один Б Завершающий Что Я-то себе Штурмлю Думал я Что-то нажал В прошлый раз Нет Это бирка Занерфлена Вот Гады Разработчики Опять Скрытый Нерф Очередной Так Фландри Как вам Еще не тошнит От этой карт Танкист Я ей Сыт По горло Ну Почти Жопа В основном Играю По 7 И 6 Линии На мой взгляд Самое Читаемое Направление Которое Есть Здесь Будем Отыгрывать Ускорение Имеется Задача Доехать Куда-то Сюда Нет Шучу Вот сюда Вот это место Которое мне нужно И отсюда уже будем смотреть Что там да как Поворачиваем пушечку 6,7 боевой рейтинг То есть Тигры 2 Будут существовать На карте И даем ускорение Пулеметом Не надо ускоряться Это не работает Только пушка Ну пока Сложно сказать На фоне Как будто бы Чуть-чуть лучше видно Ну точнее На фоне На дистанции Вот на ультра-лоу Пока От ультра-лоха Максимально положительное Впечатление В плане Как настройки Для Результативной игры Пока что Выглядит так Что ультра-лоу Стал лучше Чем он был год назад Я где-то год назад Последний раз Видос На ультра-лоу Записывал Показывал вам Вот он Стал С этого момента Лучшим Ну Либо же Не он Стал лучше А Настройки Графики Остальной Стали хуже Скорее Вот так Блин Остановился Хотел убить Что-то слева В упоре Это вряд ли Что-то Очень-очень Быстрое Точнее Что-то Очень бронированное Я вижу Пантеру Ее давай Вжарим Ну а че Она тут Катается Японец Надо было Лучше Стрелять По пантере Давай его добьем Поедем С японцем Разговаривать Японца Я должен Пробивать Японг На 6.7 Ой Как далеко Ну давай Жахнем Перекину А ну Привет Ох Вижу Как падает Снаряд Ладно Доигрался 100 Тигур Тигур Ты знаешь Что у тебя там Ведро на голове Он пытался Его закрыть Не сработало Он пытался Ребят Не Ну я намерен Все таки Ее Вжарить Эту Ягу Не понимаю Дистанции Не вижу Перелетает Не долетает Вави Да ну Лакер Жарим Жарим КТ Это обязательно И отходим От яги Или Ее убили А ее убили Ну и хорошо Вот здесь сейчас Меня могут штурмить Потому что На меня есть Обиженные люди Вот он летит на меня Кстати И промахивается Дурочок Это живой Неживой Танчик Живой Могу Слиниться Опять на меня Заход Ну и косой Бомбардир Косой Где ПТ Откатилась Он смог Откатиться Я удивлен Где он был Тут где-то На По Эморту Пулемет Выбит Секунда Ремонта Обязательно Возвращаем его В строй Реанимируем Пятидесятку На случай Всяких Гадов Ну внизу Списка Четыре фрага Наш клеп Убил Мега опасного Дикого Макса Мне очень нравится Звук Который Я слышу Там Тигр Ну поехали Все равно Дикий Макс Или же Штур Ремель Как-то Внезапно На меня Не вылезет Это уж точно Ребят Это уж точно Нереалистично Если он будет Вылазить То это Долгая тема Мех Вот заряжающий Вот и он Тигр Давай в комбашинку Ах как хорошо Приятно Когда все получается Все залетает Ну этих Мы всех Раздеребанили Шесть фрагов Я сделал Видите как Отличается По результативности Старая карта Компактная Хорошая карта И новая Широкая Игроков Раскидывают Намного Шире Чем На старых И Так их Убивать Массово Как ты мог бы Это сделать Раньше Не получается Я тут Зря Задерживаюсь Но я бы Хотел Его убить С фугасом Ага Я промахнулся Прикинь Ну что ж Живи Неожиданно Неожиданный Промах Если честно Я слышу Слева Вафля Давай еще Один фугас Покажем Хотя бы На тебе Силу фугаса Избыточного Давления Механика Избыточного Давления Твой выход Зенитка Кружит Советский Тяж Это позор Ооо Вот этот Урон Позор Уже Уже Американской Пушки Ну как Так 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 Было Хорошо Почему Ты его Не убил Ага Неуязвимый Ооо 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 Я б Сковороду Убил Она Лично Мне В лоб Будет Куда Менее Приятно Чем КТ Я просто Уверен В этом Ну вот Всех Троих Разобрали Не Ультра Лоу Приятная Настройка Она Конечно Не каждому Подойдет В плане Приятности Глазу Но Глаз Расслабленнее Меньше Напрягается Чуть Чуть Все таки Хоть Как-то Разгружаются Эти Излишние Эффекты Вартандеровские На этой Настройке И фугасик Что дарит Тебе Вот такие Результаты Подряд Повторюсь Жалко Конечно Сбирка Нормально Не полетал Нормально Не полетал Получилась Какая-то Реклама Т-20 Хотя Мне за нее Не платили Ну тут Фланг Уже Тоже Закрыли У тебя Не имеются На карте Эти Гады Неужели Все На самолете Не Не Вон Зенитки Ну давай К ним Едем Т-20 Кстати Хорош На удивление Он меня пытается Заштурмить Он бы еще Дамаг Проходил По нему Нормально Он Он сгорит Ребят Но мне Не засчитался Это я его поджег Если что Смотри И здесь 149 Ну вот Получилось Всратый бой На 4 фрага И на 2 Ну там Там я Слишком Нагло Играл Полетки Ну Шо Как то так Я думаю Так Достаточно Демонстративный Видос Потому что Такое Ультра Лоу Сейчас Вартандре В 23 Году Что Действительно Читерская Настройка По сравнению И не Настолько Его апнули Насколько Нерфанули Стандартные Настройки Улитка Со своим Скиллоподавлением Через графику Она уже Задолбала Верните Нормальное Освещение На карту Разгрузите Наши глазки Уберите Количество Текстур Ненужных В виде кустов Там всяких Столбов Табличек Чуть-чуть меньше Этого нужно сделать Раза так в три И в принципе Тогда уже Ультра Лоу Не нужен будет А пока Пока Ультра Лоу На самом деле Мета Так что ребят Кто играет На результат Пожалуйста Используйте Ультра Лоу На этом все Всем счастья Здоровья Подписываемся Используем рефералочку И пока Пока